ребятки всем привет сегодня мы будем есть рассольник такой вкусненький получился наваристый обожаю рассольник обожаю перловую кашу обожаю все мы будем сейчас есть еще у нас пюрешка толчонка и приготовила еще я вот такие котлетки в духовке тоже будем есть вот такой мы будем есть рассольничек вкусный 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 пюрешку часами наберу пюрешку вот как котлетка она такая сочная без риса капустный салат хлебушек сметанку ну так вот с лучком ребятки всем привет всем приятного аппетита у нас сегодня рассольник ребятки мы худеем рассольник видите готовила мяско варила потом с перловочкой кстати вместе вот а потом я там где там до этого я показывала там быстро шиндер мы так как это готовится наверно все умеют делать рассольник правильно с огурчиков бочковых и огурчики сами мы эти бочка выделили еще у нас по 2 ведь мы сегодня как эти дать сегодня что у нас где недель суббота суббота 1 2 это на 3 компот правда компота нет это уже будет не актуально надо было сейчас компотик сами сейчас ребятки у него тоже вот у санечки вот перу пирожка и 2 тевтель котлеточки тоже до этого я показывала как все ребятки всем приятного аппетита мы едим мы худеем ребятки да это без всякого видимо как переходим потихонечку потихонечку мы же не можем сразу отказаться от жареных пирожков беляшей на это трудно сделать ребятки сметанка саня у нас нет сметана вот прошлый раз на кулинарный канал делала сырники пишут что так мало а у нас они не ест сырники бушный танк не будешь конечно он не если он молочку нет вот что интересно с молочкой он есть знаете что он может мороженое есть когда она замороженная когда она растаяла уже не может него организм прям не может воспринимать вот это да молочку молоко не пьет йогурт и кефир он это прям прям никак но зато есть сливочное масло когда она жесткая торт наполеон где крем там одно сливочное масло хотя она растаянная да да вот такое мы делаем вот он на весь противень он он тяжелый он большой вот как раньше вот и вот медовик я люблю делать знаете вот на весь противень вот вот этот вот самые любимые вкусные тортики это вот медовик наполеон а потом медовик вот самые-самые-самые честное слово вот он не ты кушай ты кушай мне надо наоборот много говорить чтобы мне меньше попало потом я горит это там бульдозер акула он вот странно да торт панча делают там идет сметана да сметана с сахаром крем до заливается полностью все сметаны он есть а вот так что для сметанку он не ест ребятки он не ест вы видите у нас майонеза нет у вас вообще его дома нет зачем он нам дастся да от майонеза уже все отказались ой да ладно сейчас вот куплю сразу начнешь на хлеб намазываете что прям отказались просто зачем да вот это да лично зачем себя провоцировать да не надо это так вкусно я обожаю рассолик я обожаю винегрет у ребятки всем приятного аппетита вкусно очень лучок ребятки лучок хлебушек бородинский черный смотрите может прям такой такой влажный ой как вкусно пахнет ребятки мы помещаемся в кадр вы бы нас видели за кадром смотрите покажи снизу чё у нас таз марковча солится марковча солится ребятки мы как суслики здесь да ну ничего нормально тесноте до него и беди да вот делали видео до этого позапрошлое где мы оле кричали сами прочитал я его заставила прочитать эти комментарии то что сами были отправлю что все геройствовать не буду буду ее слушаться а то смотри нас много ты один так и написали месяцок потерпеть а потом бушка краб вкалывать на клубники я шучу ребятки не ноги не потерпеть надо у нас уже во двойну полстаницы люди в огороды уже уходят все работают сегодня у нас плюс четырнадцать градусов ночью был мороз какой там мороз да я даже не знаю ну можешь минус один минус два там да все белое было трава вся белая было после этого вот все мокрое сейчас можно работать смело мой обожаю рассольник обожаю знаете какую люблю еду столовскую в детсадиках с пионерских лагерях если вкусно приготовлено санаториях в ташкенте же знаете если кто жил было вот это столовая на бродвее столовая там тоже все суп такой вот супы такие второе макароны с котлеты супы разные такие вот там под всякие не знаю сейчас есть или нету что капусту не ешься мама делала салатик очень вкусно уже осадки перца нет мама ведь как нашинковала мелко она тогда вообще быстро пропитывается тут нет ни болгарского не огурца не помидор а морковка есть через терочку зелень и заправляла как ну как обычно стандарт корейские салаты вкусно хлеба мало на тече нет у меня вот вкусных лидах свежий пятерочки я огурцы сегодня зашла в магазин представляете соляшка огурцы 275 рублей но они такие хорошие тепличные конечно но ну хорошие прям хорошие не такие гладкие и помидоры розовые крупные тоже 275 но какие бы не были помидоры красивые некрасивые они все равно сейчас невкусно очень вкусно но огурцы дорого ребятки что я хотела сказать помните мы уже собирались семена отправлять а потом вот сами вот это произошло я завтра поеду я сегодня посчитаю там сколько чего сколько я смогу отправить завтра с утра на рынок съездим там продаются вот эти зип пакетики все распасую а потом я следую в следующих видео я скажу как и чего я буду знаете куда в инстаграм мы его не раскручиваем ничего я даже не умеем пользоваться толком знаете поставлю в инстаграме сердечко а ответить уже нельзя а куда человеку ответить как ответить я не знаю мне просто там будет удобно в чем в плане того что вот я например сделаю фотографию и напишу какое количество там у меня будет этих семян то есть сколько можно будет заказать сделать и по фотографии тому кому нужно будет напишут там например 10 20 человек и все потом чтобы все видели что все нету больше в одноклассниках почему я не могу потому что в одноклассниках там у меня просто все завалено там очень много сообщения я не знаю там тысячами и в одноклассниках что неудобно будет мне очень неудобно а здесь будет все видно вот и куплю конверты завтра все у нас воскресенье воскресенье у нас почта не работает понедельник знаете тоже почта стала не работать но уже давно да значит во вторник я куплю конверты и потом наверное во вторник и сделаю я или в сообществе его здесь напишу как-нибудь я дам знать что вот 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 ребятки буду отправлять по россии потому что по другим странам я не знаю как оно будет как это конвертика кому дойдет ничего не какие там оплата ничего не нужно просто отправлю и все и еще хочу себе знаете посадить этот болгарский мне несколько перец нужен сколько мне нужно листья перца потому что я хочу уже давно не делала кучи ниппи многие спрашивают как это делать как в этом мусорный вот как огородный мусор вот этот огородный мусор листья вот это всякие там кто что перец там стручковый не вызвал соцветия она все засаливается а потом все в банке и убираю или в бочку хранится или в холодильнике или в прохладном месте и потом это добавляется в суп это можно жарить с мясом это это очень очень вкусно во первых это очень полезно это очень вкусно еще вот у меня я поищу я не помню но это было очень давно уже лет 5 назад вместе стрелка отправляла дунганский перец семена я не знаю скукс какая у него будет схожесть тоже да сколько это уже лет попробую тоже дунганский перец посадить это же вот его он то что он вообще вкусный он хрустящий и он такой не ядреный он такой слабо острый он он очень вкусно он аромат и его узнать и стенки вот этого перца он прям аж брызгается он прям хрустит он классный он класса он идеальный для вот помните я делала салат у не салат а вот кстати это все надо достать чуть сидим без ничего у нас полный погреб там представляете как у нас полный погреб там вкусняшек а вы сидите в дом чё нам на стол посадить лук разложили я сама буду ловить да я сейчас икру поела баклажановую бы вот прям на хлебушек со сладким чаем я обожаю баклажаны а чё я говорила сейчас по поводу этого перца да мы же делали вот этот был перец этот что он там барани рог он тоже бывает вообще как как трава не не вкусны а нам в этот раз попался пробую он такой слабо острый а едим там такой змей горыныч очень острый да такое а донганский перец это будет идеально идеально даже дети смогут есть у нас только вот вкусный хрустящий и не ядерный вот я хочу так и почему сейчас я об этом говорю потому что нам уже пора сеять семена перца уже пора февраль месяц вот будет уже пора сеять но это дома в рассаду делать вы знаете как я занималась рассады у меня у меня вот здесь впереди дома вон тут за ней там у меня нас не было еще клубники так вот несколько рядочков было тут у меня не травинки не было вот настолько все эстетично красиво было у меня вот так было как шахнул шахматном порядке все поле тут тут одно тут другое тут морковка тут цикл кто тут вот это вот это вот это помидорки там вообще тысячами сажала ой помидор это вообще вот моя была стихия да особенно знаете какие вкусные были обалденные космонавт волков они до 2 метра до 2 метров высотой на подвязках но там помидор обалденно еще не знаете что сестренка прислала я любимый помидор это юсуповский вот в узбекистане есть помидор юсуповский он крупный он розовый вот вот просто вот так можно прожать на труда он не водянистый но он 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 сок он сладкий он 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 самый вкусный помидор в мире вот честное слово и когда мне сестренка прислал привезла с ашкента я говорю тайна найти мне на кулюкском базаре эти семена и я переживала может сорт не будет совпадать может что-то не так нет но я их не посадила уже лет пять прошло и когда занимались рассады клубникой я вот там у нас женщина есть кто вот этим занимать игру хотите вам отправлю положить вам у меня есть вот такие помидоры классные и вот вот у нас покупала клубнику ирина ирина с воронежа ага и ирина геннадьевна и вот она как люба помидор обалденный вот такие вот такие вот такие вот вот такие сладкие вкусные но у него семян мало вот и она горит на рынке разлетаются первыми эти что они там юсуповские помидоры но очень хочется посадить но я знаю что я не буду этим заниматься потому что нужно заранее что у меня было время у меня чтобы у меня не будет этого и время а я просто буду издеваться но будет сохнуть высыхать что здесь такая жара не там воду наливаешь она сквозь землю уходит и корни просто оголяются тут невыносимая жара тут пекло вот так многие говорят паку упаковок не все будет расти нет ребятки сейчас вот уже много лет паку не воткнешь она высохнет эта палка она высохнет потому что здесь дождей может быть вообще не быть все это что я буду тут вот это уже скоро пока я вот это все соберусь пока это отправлю когда это все дойдет и чтоб вы быстрее рассадили эти что там они там перца перца да вкусно вкусняшка как это очень вкусно еще там прованские травы да вообще супер кубок я не знаю есть такую наверно у многих такой есть когда уже чувствуешь что скоро приближается весна руки чешутся да в огород убраться обстричь убрать а мы жир не утеплили ничего не будет что там было да крещенские морозы пару-три дня было холодно все просто всех дел не переделать ребятки и маленькие даже не утеплили ничего не будет все будет окей матча лучше покажу он протух наверно уже да проток до сайт не подсыпает он здесь прям мягким а нет смотрите что ребятки отгадайте что это загадка ну смотри он подсыхает верхушка нет да а верхушка прям сохнет ребятки это знаете что это косточка от авокадо смотрите какая она огромная громадина да может посадить сейчас спокойно можно рассаживать сейчас можно клубнику сажать плюс четырнадцать на улице трава растет я говорю огородом тут можно заниматься вечно да сегодня плюс четырнадцать а завтра может быть турган тут блин мороз дать снег вывалят вот так у нас вкусно вкусно вот чё-чё у нас в этом плане у вас погоды конечно одной стороны хорошо думаешь всегда тепло но другой стороны вот эти вот перемены сильные сегодня солнце завтра снег и по-моему весна да у нас холодная стала ага это плохо все равно природа свое возьмет сейчас тепло сейчас очень тепло на улице плюс 14 тени на солнце больше а потом в апреле что здесь будет когда пойдет плодоносить клубника пойдут дожди будет холодно апрель начнет свести персик на счет вести абрикос и обязательно это ударит морозом у нас перси она здесь сзади дома где малина рос росло два дерева абрикос 8 лет нет урожая мы его спилили нафиг и малину рассадили ну а что что ждать вот это десятилетиями когда да там абрикос будет да проще купите что-то другое полезное малину собираем да малину собираем только так я ее знаете как делаю сахаром в баклажку и холодильник не в морозилку а в холодильник и она свежая не плесневеет ничего я ее не варю и даже как морсик попить там это то блин чужим она прям свежая зачем мне этот нужен этот абрикос да который ничего не дает восемь лет спилили огромные деревья абрикосов да все это время вот сколько мы здесь находимся мы один раз только поели кто немножко а все остальные до сколько осталось это не жир она еще не застыла собираешь там по несколько штук даже по моему килограмма да не собирали и все спасибо не поэтому решили человек оставлять ноги так сделали ну в том году вот у нас персиков не было у кого-то были у кого-то только наелись этих фруктов да что даже не будет если этих персиков или этого абрикоса ничего страшного не случится тоже этого добра здесь много я завидую тем людям у которых есть белые грибы всякая там клюква представляете вообще вот грибы белые настоящая все такое да клюква это же самый вкусный морс клюква а это уже мы просто привыкли к этому давай беда я наелся здрасте невкусно что ли вкусно доедай оно все диетическое знаете что пюрешка видите какая на воде на воде он не ест пюрешку на молоке со сливочным маслом вот отдельно а если ловите верочки на тарелочку метод лук не идет уже потому что не с чем есть так что вот такие дела ребятки помидоры помидоры и яйцо и ищко ребятки ведь какое без без этого без масла не жареное детям взяли вот эти помидоры не едят у нас вообще дети да овощи не любит рома только огурчики может поесть и все вера вообще овощи нет вкусно все ребятки будем закругляться сейчас все здесь моем и я пойду сейчас на этот травку пощипаю теплицу зайду надо теплицу открыть там потому что сейчас наверно будет влажность такая ужасно теплицы все прям горячий солнце светит сильно все ну выключим сейчас буду дать все ребятки спасибо вам огромное за вашу поддержку то что вы поругались а . я могу вот так подбегать телефон читай смотри вот видишь вот спасибо вам огромное да надо беречься надо думать не только о себе надо думать о своих детках вот как месяц потерпишь потом можно уже как-то потихонечку помогать а сейчас нет нельзя ну да я прочитал понял не верьте ему вот честно вам скажу не верьте он ничего не понял буду с ремнем ходить с ремнем буду ходить с ремнем ну по чуть-чуть ладно все ребятки всем спасибо всем спасибо готовьте на радость готовьте я люблю вообще этот рассольник люблю люблю гороховый суп обожаю люблю суп с макарованными все такое что еще люблю борщ люблю вкусно приготовленный вообще много чего люблю я вообще люблю поесть ребятки вот прохнула ну чего когда похудание этот обруч падает или нет круче грудо на родном падает это обруч нехороший я ребятки не ем перед сном а если я поем я как цыпленок а сама себя обманываю но чуть-чуть вот но перед сном вот так не обжираемся мы же раньше как мы могли в два часа встать вот так сейчас видим вот так мы могли в два часа в три часа сейчас нет нет ни в коем случае не в корпусе вам клянусь и вот так не жру и единственное да вот вечером не ем и стараюсь побольше пить эту злой воду 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 как она мне тяжело дается это вода мы только знали летом хорошо когда приходишь с работы суда заходишь в набираешь холодную воду этот стакан пролетает со свистом а так вот невыносимо еще теплую надо сказали пить холодную нельзя надо теплую эту теплую пьешь горло пополоскал в стакане вот я это пью неприятно но надо все ребятки все спасибо то я ведь опять заговариваюсь что ты молчишь всем спасибо еще раз огромное да а мы пойдем быть посуду убираться ты сиди а эти сказали телефоном не сидит понятно он с телефона не сижу да ты вообще ничего не делаешь как я посмотрю вообще все ребятки будут закругляться точно пока время сейчас сколько четыре часа дня пойду сейчас быстро это все и пойду на огород все ребятки всем спасибо всем пока-пока-пока